Вот, друзья, там мы посмотрели, сейчас с вами стоит наш былинный богатырь Илья Муромец, наш земляк, кстати, Муромо-Рязанское княжество, XII век. Вот это представитель былинной заповедной Руси. Здесь мы с вами видим Василия Филипповича Маргелова, это уже наш, я считаю, рязанский богатырь, богатырь, наш современник. Вот на таких людях, собственно говоря, и держится Русь, Россия. Эту выставку мы, кстати говоря, подготовили к 75-летию Победы в прошлом году. Эта экскурсия для необычных посетителей. И гостями Рязанской земли стали библиотекари со всей страны, а посещение выставки – часть культурной программы. Все они участники летнего лагеря молодых библиотекарей «Библия Мещора», который стал своеобразным культурным наследием библиотавриды. Татьяна Поздеева приехала из Благовеченска. В 2018 году она была обычной участницей лагеря. Сегодня – спикер, который передает опыт своего города. А опыт этот разный у всех. Даже пандемия внесла, кажется, индивидуальные коррективы. Это новый вызов для библиотек. Одно можно время просто закрыть двери, не впускать ни посетителей, не выдавать литературу и так далее. Можно просто перейти в цифровое пространство и развивать себя там. У нас в городе Благовеченске ребята хорошо работают и с VR-системой, и предлагают различный интересный контент в сети, предлагают какие-то там акции в Инстаграме. Ну, то есть очень много там вариантов. И это, в принципе, библиотекари делают так по всей стране. Татьяна Поздеева не только спикер, но и участник лагеря. Таких, как она, еще 16 человек. Библиотаврида всегда была не особо массовой. Однако на этот раз делегаты приехали со всей страны. От Дальнего Востока до Мурманской области. На повестке шесть дней тренингов, лекций, мастер-классов от ведущих специалистов России в области библиотечного дела и прикладных дисциплин. Здесь более камерно, здесь более точно, более глубоко. При этом идея проекта о таком жестком погружении в основные проблематику, поиски решений, вот если видно, за мной сидит группа и ломает голову, как она будет жить дальше, да, это тоже, это дорого стоит. Но этот проект, мне кажется, даже он немножко другой, как он не мог быть таким же. Он глубже, да, вот. Он острее даже в какой-то момент, более острый такой, он более концентрированный. Библиотаврида появилась после обидного казуса. Библиотекари не взяли участниками на Тавриду. Тогда они решили провести свой фестиваль. Получилось так успешно, что уже через два года и библиотекари свое заветное приглашение получили. В прошлом году вмешалась пандемия, а в этом же крымский лагерь перекочевал на Рязанскую землю. Вы можете добавить свое пожелание, это обязательные пункты, которые должны быть учтены в проекте. Здесь действительно фраза тяжелово учения приобретает свой смысл. Многие библиотекари, которые прошли эту школу, стали новаторами своей области и задают тренд другим городам. Каждый год веяние моды меняется, меняются и технологии, поэтому библиотеки страны должны не только успевать за ними, но и опережать, чтобы не потерять свою актуальность. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Спасибо. Спасибо. Спасибо.